приветствую всех на канале узоры по петель на с вами я ирина ягодинская и сегодня я буду вязать вот этот великолепный ажур посмотрите полюбуйтесь оцените великолепие этого узора его элегантность и если вам нравится этот узор оставайтесь я сейчас покажу схему узора мы ее быстренько разберем и вместе по петель на свяжем это великолепие перед вами схема узора на схеме указаны только лицевые ряды это видно по нумерации изнаночные ряды в этом узоре вяжутся изнаночной петлей накиды тоже с изнаночной стороны мы провязываем изнаночной петлей давайте разберем схему на схеме вертикальные черточки это лицевые петли накиды это нолики сиреневая пирамидка где бы мы ее не встретили это три петли вместе лицевой красный треугольничек внимание не закрашенный у которого гипотенуза показывает вправо это две петли вместе лицевой с наклоном вправо голубой треугольничек у которого гипотенуза показывает в левую сторону это две петли вместе лицевой но с наклоном влево здесь есть красные треугольнички на схеме которые закрашенные и возле которых внимание стоит цифра 3 это три петли вместе лицевой если гипотенуза треугольничка показывает вправо то это три петли вместе лицевой с наклоном вправо если гипотенуза закрашенного треугольничка показывает влево то это три петли вместе лицевой с наклоном влево вот эти маленькие точечки эти места которые при вязание мы просто игнорируем здесь есть еще на схеме птичка вверх вверху которой стоит цифра 3 это значит что из этой одной петли мы должны вывязать 3 петли вот такой значок стоит и вот он внимательно смотрите на схему если вы вяжете не очень давно то положите какую-то линеечку и двигайте ее или же листочек бумаги двигайте ее закрывая тот ряд который вы уже провязали в узоре существует раппорт что такое раппорт раппорт это постоянно повторяющаяся часть узора узор повторяется как вверх по вязанию если мы вяжем изделие снизу от резиночки или от планочки или же вниз по вязанию если мы вяжем какое-то изделие сверху регланом от горловины в данном случае раппорт узора высоту состоит из 11 рядов провязав одиннадцатый лицевой ряд мы возвращаемся по изнаночной стороне это будет как бы 12 ряд и уже следующий тринадцатый ряд мы начинаем повторять всю схему с первого ряда раппорт узора то есть постоянно повторяющаяся часть узора есть и в ряду в этом узоре она состоит из 8 петель для того чтобы набрать необходимое количество петель для вывязывания этого узора число петель в наборном ряду должно делиться на 8 плюс внимание одну петлю для симметрии и плюс две петли кромочные и так еще раз быстренько подвитожим в наборном ряду число петель должно делиться на 8 плюс один раз петлю для симметрии и плюс две петли кромочные ну что ж берите спицы сейчас мы вместе с вами свяжем эту красоту хочу еще вот на что обратить ваше внимание это хочу обратить внимание начинающих вязальщиков и тех у кого небольшой опыт вязания посмотрите собственно говоря на этой схеме нарисован первый рапорт в начале ряда и последний рапорт в конце ряда почему я так говорю потому что на протяжении всего ряда у нас будет вывязываться вот в пятом в пятом ряду в центре три петли вместе это будет повторяться столько раз сколько у нас рапортов но в начале ряда мы три петли вместе не видим мы видим только две петли вместе с наклоном вправо и в конце ряда мы видим тоже 2 петли вместе с наклоном влево вместо вот этих вот 3 я надеюсь вы понимаете почему так получается потому что в начале ряда 3 петли взяться негде и в конце ряда тоже этой третьей петли взяться просто неоткуда. Но на протяжении всего ряда мы будем вывязывать вот в этом декоративном элементе 3 петли вместе. Поэтому я и говорю, что вот этот вот рапорт это первый рапорт в ряду. Затем мы вяжем полноценные рапорты, где мы провязываем три петли вместе, а в конце ряда провязываем вот этот рапорт и в конце ряда у нас остается тоже только две петли вместе. Ну что ж, я наберу два рапорта по 8 петель, это 16 петель, плюс одна петля для симметрии это 17, плюс две кромочные 18 и 19 и мы вместе с вами попетельно свяжем этот узор и свяжем его из двух рапортов. Первый ряд узора по схеме весь ряд лицевыми петлями. Я не стала нанимать ваше внимание, я провязала весь ряд лицевыми петлями, вернулась по изнаночной стороне изнаночными петлями и уже сейчас мы продолжаем вывязывать узор по схеме. Думаю, все, кто взял в руки спицы, понимают, умеют и могут связать лицевой ряд самостоятельно. Третий ряд по схеме. Кромочную петлю снимаем непровязанной. Одна петля лицевая. Три петли вместе лицевой с наклоном вправо. Чтобы петли наклонились вправо, нам необходимо их развернуть. Мы их разворачиваем, возвращаем на левую спицу, хорошенько подрастянули, чтобы нам было удобно провязать их слева направо. И они наклоняются в правую сторону. Накид. Точечки на схеме, маленькие точечки, эти клеточки мы игнорируем и смотрим, что же там дальше. А дальше у нас галочка. Это значит, что из одной петли мы должны вывязать три. Петля, накид и еще одна петля. Итого три петли. Накид. Три петли вместе лицевой, но уже с наклоном влево. Петли, которые должны наклониться в левую сторону, мы разворачивать не будем. Мы провяжем их вместе и они самостоятельно наклонятся в левую сторону. Одна петля лицевая. Три петли вместе с наклоном вправо. Вот эти нужно развернуть в обязательном порядке. И три петли вместе, и две петли вместе. Если они должны наклониться вправо, то мы их будем разворачивать всегда. Накид. Из одной петли вывязываем три. Лицевая, накид, лицевая. Еще один накид. Три петли вместе лицевой с наклоном влево. Те, что влево, мы никогда не разворачиваем. Одна петля лицевая, кромочная, изнаночной. Мы провязали первый, второй и третий ряд. Разворачиваем нашу работу. Изнаночная сторона. С изнаночной стороны все петли мы провязываем, простите, изнаночной. И накиды тоже провязываем изнаночной петлей. Провязали изнаночный ряд. Вот что у нас получается. Пятый ряд узора. По схеме. Кромочную снимаем не провязанной. Две петли вместе лицевой с наклоном вправо. Те, что вправо, мы всегда будем разворачивать. Развернули. Вернули на левую спицу и провязали их слева направо. Накид. Еще раз две петли вместе лицевой с наклоном вправо. Разворачиваем их и провязываем слева направо. Накид. Одна петля лицевая. Накид. Две петли вместе лицевой с наклоном влево. Те, что влево, просто провязываем вместе, ничего никуда не разворачивая. Накид. Три петли вместе лицевой вот здесь вот мы ничего никуда не переставляем вводим спицу сквозь все три петли и провязываем их вместе еще один накид 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо те что вправо мы всегда разворачиваем и провязываем слева направо накид 1 петля лицевая накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево вот те что влево мы разворачивать не будем никогда накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево внимание здесь в середине ряда мы бы должны вязать 3 петли вместе как вот здесь но поскольку это конец ряда то у нас есть только две петли поэтому мы провяжем вместе 2 петли я хочу чтобы вы поняли этот момент и не путались кромочная петля изнаночной чтобы вы понимали что вначале мы вяжем 2 петли вместе в конце 2 петли вместе а на протяжении всего ряда мы будем вязать по 3 петли вместе смотрите внимательно схему изнаночная сторона с изнаночной стороны все петли изнаночными и накиды тоже изнаночными провязали изнаночный ряд вот какая красота у нас уже вырисовывается седьмой ряд узора по схеме кромочную петлю снимаем не провязаны 1 петля лицевая накид 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо петли которые должны наклониться вправо мы в обязательном порядке будем разворачивать и провязываем их слева направо накид 3 петли вместе лицевой ничего никуда не разворачиваем не переставляем просто провязываем все три петли одной петлей накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево эти просто провязываем вместе не разворачивая накид 1 лицевая накид 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо Эти разворачиваем всегда и везде. Развернули, подрастянули и провязываем их слева направо. Накид. Опять три петли вместе. Вводим спицу сквозь три петли и провязываем их одной. Накид. Две петли вместе лицевой с наклоном влево. Те, что влево, мы никогда не будем разворачивать. Накид. Одна лицевая, кромочная изнаночной. Мы провязали седьмой ряд узора. Изнаночная сторона, все петли изнаночные, накиды тоже изнаночной петлей. Провязали изнаночный ряд. Посмотрите, какое великолепие у нас получается. Девятый ряд узора. Кромочную снимаем не провязанной. Две петли лицевые. Раз лицевая, два лицевая. Накид. Две петли вместе лицевой с наклоном влево. Провязываем их вместе, ничего никуда не разворачивая. Одна петля лицевая. Две петли вместе лицевой с наклоном вправо. Вот те, что вправо, нужно развернуть в обязательном порядке и провязать их слева направо. Накид. Три петли лицевые. Раз, два, три. Накид. Две петли вместе лицевой с наклоном влево. Одна петля лицевая. Две петли вместе лицевой с наклоном вправо. Разворачиваем их, не забывайте. И провязываем слева направо. Накид. Две петли лицевые. Кромочная изнаночной. Мы провязали девятый ряд узора. Изнаночную сторону вяжем самостоятельно. Провязали изнаночную сторону. Посмотрите, какое великолепие у нас получается. Итак, последний лицевой ряд раппорта в высоту. Одиннадцатый ряд. Кромочную снимаем непровязанной. Три петли лицевые. Раз, два, три. Накид. Три петли вместе. Ничего никуда не разворачивая, ничего никуда не переставляя. Просто провязываем эти три петли одной. Накид. Пять петель лицевых. Раз, два, три, четыре и пять. Накид. Три петли вместе лицевой. Вводим спицу сквозь три петли и провязываем все три петли одной. Накид. Три петли лицевые. Раз, два, три. Кромочная изнаночной. Провязываем изнаночный ряд и встретимся. Ну что ж, мы с вами провязали два раппорта в ряду и раппорт узора в высоту. Посмотрите, что у нас получилось. Красота и великолепие. Следующий ряд. Начинаем повторять схему с первого ряда. То есть сейчас мы провяжем один ряд лицевыми петлями, вернемся по изнаночной стороне и дальше будем вязать третий, пятый, седьмой, девятый и одиннадцатый ряд по схеме. Ну что ж, мои дорогие, удачи вам. Всего вам хорошего. Берегите себя. Ваша Ирина.